До старта CitizenCon'а остаётся ровно один месяц. Так, давайте же порассуждаем о том, что стоит ожидать от разработчиков, оперируя некоторыми фактами из трекера прогресса, а также слухов. Здрасте, господа! Но сначала напомню, что SitCon является ежегодным мероприятием, где разработчики показывают свои презентации по разработке и направлению игры, и, конечно же, демоверсии игрового процесса, которые демонстрируют то, что мы можем ожидать в недалёком будущем, а также небольшие фановые фестивали типа косплея, которое, кстати, было достаточно забавным в 2019 году. Исключением же стал прошлый год, ну, по понятным причинам. В этом же году мероприятие пройдёт в цифровом формате. В течение всего дня аудиторию на их официальном Twitch-канале ждут различные панели, где, я уже говорил выше, будет демонстрироваться процесс разработки Star Citizen. Точного сценария у меня нет, ведь Cloud Imperium умело скрывает тот контент, который планируют показать на выставке. Поэтому будем ориентироваться на некоторые маркеры и слухи, а также мои собственные ожидания, которые могут быть действительно разумными. Сразу давайте оговорюсь, в основе своей в этом видео заложена информация из месячных отчётов по разработке, а также трекера прогресса и некоторых закулисных слухах. В основе своей Digital CitizenCon будет представлять собой различные разговоры о специфике, о развитии геймплея, особенностях, которые будут базироваться на сравнительных показателях прошлых лет. Так, одной из главных панелей, лично на мой взгляд, должна стать презентация динамической вселенной, которая будет основана на системе Quantum. Этот инструмент, по словам Тони Зурвика, должен оживить столь обширный космический мир, как в экономическом и не только плане. Более подробная информация о этой системе была разобрана мной на вот этом видео. Переходите по подсказке выше, но сперва досмотрите это видео до конца. Ещё одним из главных поводов станет рассказ о том, как расширяются уже существующие и новообразованные студии. Напомню, что в этом году разработчики показали нам обновлённую команду турбулентов, которые должны будут освоить создание локации. А также напомню, что британский офис, куда переехала семья Роверцев, обзавёлся новым домом и большим количеством специалистов. Говоря о турбулентах, напомню, что первое их детище бекеры оценят уже в патче 3.15, когда познакомятся с больницами. Базой, конечно, станут технологии, а именно серверные, такие как сервер-мешинг, ну и циклы геймплея, базовые функции, которые являются наиболее важными областями игрового процесса. Что важно, на мой взгляд, так это показать и рассказать о Сальваже, возможно, нам покажут, как он должен работать в версии Т0. Ведь его первая итерация, кстати, назначена на конец этого года. Но если с этим ещё могут возникнуть проблемы, то вот с переработкой для майнинга и углублением самого развития игрового процесса проблем быть, ну, не должно. Важной вехой ситкона станет и медицина, которая заглянет к нам в осеннем обновлении. Её введение ставит первый кирпичик к созданию науки, как ещё одной игровой базы. Поэтому некоторые осмысленные тезисы здесь тоже стоит ожидать. Кстати, ещё один момент. Все помнят презентацию четырёх условных концептов транспортных средств. Три из них мы уже получили. Это Талон, Грей Кэт Рок, причём две версии. Гатак Рай Лен, пусть и в виде концепта, но уже осознанного. Четвёртым является мобильная рефанилка. Я считаю, что это именно тот неанонсированный, один из неанонсированных кораблей, который близится к релизу в формате Fly Ready. Это косвенно подтверждают слухи, которые доносили реальные участники ситкона, которым посчастливилась возможность в тот раз, в 2019 году в Манчестере, впервые попробовать Театр Войны. Согласно им, разработчики в кулуарах панели обсуждали идею внедрения мобильного перерабатывающего завода, чтобы освоить механизм до того, как стремится вводить Орион. Раз уж затронули тему кораблей, что лично я ожидаю, так это тему модульности, которая также засветилась в дорожной карте и на одном из инсайдов. Тогда нам показали различные модули для риталятора, десантный и грузовой. Своей собственной панелью должны обзавестись и темы с планетарными технологиями и окружающей средой, куда включены все те же животные. Если кто внимательно следит за трекером прогресса, то может вспомнить, что микротековские сталкер находятся на финальном этапе разработки. Однако, естественно, до введения сетки серверов и навигационной планетарной сетки подобных диковин ждать точно не стоит. А вот чего ждать стоит, так это именно большая информация о взаимодействии NPC с серверными сетками, развитии искусственного интеллекта ботов и их взаимодействии с миром. Это напрямую связано с созданием команды в Монреале игровых областей и если вы думаете, что они трудятся пока только над госпиталями, вы серьезно заблуждаетесь. Возвращаясь к планетам, мы, безусловно, должны увидеть, как выглядят новые системы, на которыми трудятся ЦИК, это Пайра и Никс. Мы должны увидеть их биомы, немногочисленные станции, включая станцию Руин. И здесь мы плавно перемещаемся к тому, что ждут абсолютно все. Демка. Демонстрационный геймплей, основанный на уже достигнутых до определенной стадии технологиях и на тех, что ожидается в будущем. Так, например, Блы на ситконе 19-го года с гражданскими шаттлами для перемещения. Тогда, напомню, ЦИК воспользовались Валькирией, как неким автобусом для перевозки людей, но тогда идея общественного транспорта была попросту заскриптована. Но мысль была верная. Зная о том, что ЦИК работает над улучшенной версией джамп-поинтов, скорее всего нас ждет точно, как минимум, один переход из системы. Стэнтон в Пайра, или что, наверное, более будет удивительнее, но маловероятнее, из Пайра в Никс, и это должно быть связано с какими-то миссионными требованиями. Тут нам, как я считаю, важно было увидеть и процесс. Вот тут и начинаются лишь мои мысли и мои домыслы о том, как же может выглядеть данная демоверсия. Первое, что я жду, они точно покажут Пайра в ее удовлетворительной стадии. Умирающая звезда, радиоактивные вспышки, которые затрагивают систему, включая планеты и находящиеся в системе корабли. Думаю, что тут разработчики должны продемонстрировать некоторый новый геймплей в паре миссии. Это может быть как дозаправка в космосе, что, кстати, мы уже видели на модели при помощи Старфарера. Ну а также, возможно, некая боевая миссия на абсолютно новом корабле. И тут я веду речь про Редимер. Это уже ганшип, а значит, его можно использовать в паре или с полным экипажем. Не забываем, что, кстати, система Пайра это, по сути, пиратская система. Поэтому стычки с различными фракциями Корсаров нам точно обеспечены. Напомню, что Крис любит делать вау-эффекты. Поэтому именно, как мне кажется, в этой миссии покажут тот корабль, который никто до того момента не видел. Это может быть как мобильная рефанилка, которую нужно будет защищать от пиратов до прибытия сил подкрепления. Или тот самый, она же мини-станция Аргорафт. Ну или попросту какой-нибудь корабль, к примеру, Капитал от компании Энвилл. Кстати, его появление абсолютно оправдано. Ибо у Энвиллов, как компания, ориентированная на военку, нет собственного флагмана. Также большой смысл будет в демонстрации игрового медицинского геймплея с участием планетарного поселения на одной из планет системы Пайра там или Никс. Если кто не помнит, именно ради диких поселений создавались здания в колониальном стиле. Конечно, бурная франция говорит, да вот бы Пайра Крабов, а вот бы космических китов. Но лично я считаю такой сценарий маловероятным, как и тот, где силы системы Стентон или имперские войска дают ответку пиратским фракциям в Пайра за два нападения на систему Стентон за год. Ну вот это уже наглость. Но ситком не должен ограничиваться Стар Ситизен. Рискованно предполагать, но можно было бы подумать о том, что стоит ожидать старта рекламной кампании по Сквадрону 42. Да, мы уже знаем, что на планку качества проекта повлиял выход абсолютно сырого киберпанка, но хочется верить, что именно в этом году станет известна предварительная дата релиза столь многозначительного проекта как для бэкеров, так и для самого Криса. На эту истину я претендую лишь основываясь на месячных отчетах. Все ведется к тому, что разработчикам остается внедрить несколько совершенно незначительных деталей, таких, например, как система укрытий, при которых игрок сможет приклеиваться к стенам. А далее уже финальное тестирование, полировка, ловля багов на живца. Тем более, что здесь проблем-то быть не должно, ведь они работают на фактически собственном дышке, который раньше хоть и являлся основой для франшизы Кризис. Вот что я думаю о скором событии. Напомню, CitizenCon должен состояться 9 октября и продлиться, наверное, порядка 8 часов. А что вы думаете, ожидаете увидеть, пишите свои мысли и я обязательно почитаю. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал, прожать колокольчик и оценить это видео. Удачи всем и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok